Дар вспоможения. Как развивать? Чтобы давать щедро. Финансовое служение. Первая часть. Мир вам, братья, сестры. Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание. Познавая Бога внутри себя». Посмотрим на такой дар Духа Святого, как даятель, раздаватель, помощь нуждающимся и так далее. Вместе с тем, как вступить в такое служение, как дар вспоможения, когда тебя позвал Бог, но ты уже имеешь какое-либо состояние, это другой разговор. Следующие три подкаста как раз рассказывают о трех личностях и видах служения имением Богу, Иисусу Христу. Выбирайте и начните с чего-либо. Конечно, с помощью Духа и силой Духа Святого. Вы начните, а Он поведет дальше. Но это другая история. А сейчас мы поговорим, как вообще стать, быть даятелем церкви, собраний верующих, святых. Это, конечно, финансовое служение. Вообще, эта тема важна, потому что для Бога очень важно, на что мы делаем опору в своей жизни. На мамону богатства или на Бога, Духа Святого и Его силу. Чем и как мы живем. Друзья, мы, я, вы не безразличны Богу, Отцу Небесному. Если у нас появляется вопрос, а мы не можем получить ответ, значит, всего лишь нужно рассмотреть более детально, что мы и делаем на страницах этого блога. Конечно, это касается и даятелей в нашей церкви. Задайте вопрос Богу, где мое место в твоей церкви? Мы много говорим и будем говорить о Боге, Иисусе Христе и Святом Духе на нашем канале. Следите, подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в этом увлекательном путешествии. Для жизни и благочестия. Сначала нужно определиться, что значит служение и иметь просто все потребное для жизни и благочестия. Например, дар иных языков. Можно самому пользоваться дома, даже в тайной комнате, для назидания самого себя в вере. А можно служить церкви с даром истолкования. Правильно? Мы можем иметь финансы, которые нам Бог даст для обеспечения нашей семьи. И немного для милостыни и пожертвований и даров. Сколько? Чтобы хватило для жизни и благочестия. Все это значит иметь достаток. Конечно, чтобы всегда иметь немного больше, чем нужно, чтобы уделить нуждающемуся. Это может иметь каждый человек, который пришел к Богу и доверил Ему свою жизнь. Иисус Христос так сказал Духом Святым через апостола Иоанна в 10 главе стих 10. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы мы имели жизнь и имелись избытком. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих. Этим обеспечением занимается наш Господь Иисус Христос. Финансовое служение и дар вспоможения. 1 Коринфянам, 12 глава, 28 стих. Конечно, мы можем иметь служение финансовое, чтобы служить церкви. Можно сказать, Бог будет восполнять через этих людей все финансовые нужды. И то, и то, но все начинается с желания. Можно довольствоваться тем, что есть. Конечно, можно стремиться к большему. Что это такое? Посмотрим на дары служения Духа Святого. Откроем послание 1 Коринфянам, 12 главу. И иных Бог поставил в церкви. Во-первых, апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. Далее, иным дал силы чудодейственные. Также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы? Все ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? Это 1 Коринфянам, 12 глава. Дары служения исключительно для церкви. Дары служения Духа Святого, как и дар вспоможения, даны исключительно для служения братьям и сестрам, церкви, собрания верующих, святых. Разумеется, здесь Бог будет давать финансы для восполнения нужд не человека, а общины, церкви. Как можно определить, что у тебя финансовое служение? Во-первых, это твой дар. Основание и талант от Бога, который был заложен с самого твоего рождения и проявлялся до прихода к Богу и водного крещения. Друзья, не воровать – это так же дар от Бога, как и умение рисовать. Вы безразличны к вещам, к финансам других. Друзья, это дар. Есть люди, которые не понимают этого дара, да и не нужно, друзья. Поверьте, есть люди, которые не могут не украсть, и мы их называем клептоманами. Есть те, кто может взять и не может удержаться, если что-то лежит плохо, но не считают это воровством. Есть люди, которые безразличны. Вещи, деньги, карточки других – это талант. Поверьте, этот талант – один из важнейших оснований в финансовом служении. Тогда, когда Бог будет давать финансы через служителя, то он не поступит, как Иуда Искариот. И, конечно, чтобы не закончил, как он. Верность тому, что обещал Богу. Во-вторых, это дисциплина или верность. Быть верным своему слову. Что бы не получилось так, например, передал и служил общине, когда имел тысячу долларов. А когда Бог дал 30 тысяч долларов, исчез из церкви. Верность и дисциплина – что это такое? Это если пообещал Богу 5% своей прибыли, то и даешь ее, несмотря на обстоятельства. Друзья, за один день, за месяц, даже за один год может ничего не произойти. Практически всегда служение на многие годы. И тогда может произойти разное. Но важно всегда помнить, что ты пообещал Богу и держать слово. Даже если никто об этом не знает. В основном таки происходит. Сам ты не сможешь так жить. Поэтому и называется дар служения Духа Святого. Дух Святой помогает и дает свою силу так жить и служить. Скажем так. Человек Духом Святым передает финансы в церковь. Это финансовое служение. Финансовая школа Бога или как вступить в служение. Как вступить в служение? Наиважнейшее – это научиться управлению финансами. Чтобы научиться правильно управлять финансами, есть два варианта. Во-первых, поступите на обычные курсы управления финансами в семье. Или по вашему виду бизнеса. Это будет быстрее и больше информации. Если ходите в церковь и есть успешные люди, подойдите и попросите, чтобы они вас научили управлением финансами. Только идите к тем, кто сам работает и зарабатывает. Или во-вторых, поступите в финансовую школу к Богу. Что это такое? Это поставьте перед собой цель. Сколько ты будешь выделять Богу в процентах. Не столько, сколько хочется от настроения, а от процентов прибыли. Максимум 10. И будьте в этом верны. Бог вас проведет, научит. Обязательно все пройдете на практике. Самое важное – ваш учитель будет Дух Святой. Вы пройдете такие направления, как бюджет, приходы, расходы, планирование на месяц, планирование на год и более. На все эти знания вы пройдете практику. На практике будете знать, как все применить. Ваш учитель – преподаватель Дух Святой. Он же будет ваш душепопечитель, наставник, всегда будет рядом. Он, Дух Святой, даст силу, чтобы эти знания применить и изменить свою жизнь. На самом деле, десятина в Ветхом Завете – это своего рода финансовая школа от Бога. Десятина в вашей церкви и дар вспоможения. Но, если в вашей церкви есть десятина, примите ее и будьте верны. Бог не оставит без внимания. Успешные люди в вашей церкви – те, кто стал успешным уже в церкви. Можете не спрашивать о них, они постоянны и верны в десятине. Они прошли Божью финансовую школу. Они успешны не от того, что много зарабатывают, а научены Богом, как зарабатывать, сохранить и приумножить, чтобы быть богатым на всякое доброе дело. Это Божья финансовая школа. Что делать, если у вас нет десятины в церкви? У вас нет десятины и дар вспоможения. Если у вас нет в церкви учения о десятине, не отчаивайтесь. Есть выход. Сами. Во-первых, войдите в молитвенную тайную комнату и договоритесь с Богом, сколько вы будете давать в Его церкви в процентах. Пусть об этом не знает никто, кроме вас и Отца Небесного. Во-вторых, не обещайте сильно много, чтобы сдержать обещанное. Лучше меньше и стабильно, чем много и иногда. В стабильности намного легче быть верным. В-третьих, не обещайте больше десяти процентов, если вы не служитель. А если вы и хотите служить в сфере даяний, финансов, то это уже другая тема. Успешные люди в вашей церкви, те, кто стал уже успешным в церкви, можете не спрашивать у них, они постоянны и верны в приношениях, потому что проходят Божью финансовую школу. В последующих подкастах я более детально рассказываю о Божьей финансовой школе, как для простого верующего и для тех, кто хочет стать служителем. В какую школу поступить, решайте вы сами. Друзья, задайте вопрос Богу, как я могу помочь в твоей церкви. Спросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Богу Отцу Небесному. Сегодня мы путешествовали по времени, узнавали о Божьей финансовой школе. Вообще, мы много говорим на темы Бога Отца, Господа Иисуса Христа и Духа Святого. Подписывайтесь. Будем вместе путешествовать по страницам Божьего Слова в современном мире. А сегодня я заканчиваю. Конечно, если вам понравилась запись или вы получили слово Откровения Духа Святого, то поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. 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 Продолжение следует...